Дворец Республики сегодня пестрит палитрой погон от рядовых до генералов. У каждого своя служебная история, боевые задачи и гражданское счастье. Однако цель одна на всех – защита интересов Родины. Связать свою жизнь с военной профессией – выбор достойный уважения. Ведь даже в мирное время есть место подвигу. День защитников Отечества и вооруженных сил. Он уже у нас вышел за рамки нашего профессионального праздника и уже стал общественным. Он объединяет сегодня людей многих профессий, людей, которые гордятся своей Родиной. Наши военнослужащие в мирное время показывают, что есть место подвига. Я не могу не упомянуть наших героев Беларуси. Андрея Нечпорчика, Никита Кукадин, Дмитрия Федесюка. Нашего старшего лейтенанта Харламова, который, не задумываясь, закрыл солдата от гранатов. Вот это такие вот простые ребята, которые сейчас находятся рядом с нами. Но они уже в мирное время совершили подвиг. Быть военным никогда не было простой задачи. И на защите от угроз из постоянно пополняющегося списка ежедневно стоят разные подразделения наших силовиков. Сказать спасибо каждому из них сегодня приехал главнокомандующий. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь. Ветераны Великой Отечественной войны. Ветераны вооруженных сил. Военнослужащие Минского гарнизона. Представители государственных и общественных организаций. А также члены их семей. На торжественное собрание по случаю Дня Защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь собраны. Министр обороны генерал-лейтенант Хренин. Поздравляю вас с Днем Защитников Отечества. Это праздник мужества и патриотизма, объединяющий людей разных поколений, профессиональных, военных и всех тех, кто понимает ценность мира. Это праздник каждого, кто готов в любой момент стать на защиту государственного суверенитета и независимости. Так как завещало нам героическое поколение победителей Великой Отечественной войны. Традиции воинского долга и преданного служения своей стране были заложены в тяжелое для молодого советского государства время. Время гражданской войны и противодействия иностранной интервенции прошлого века. Первые победы закалили характер бойцов Красной Армии, стали исторической точкой отсчета героической истории наших вооруженных сил. Низкий поклон и безграничная благодарность вам, дорогие ветераны, пострадавшие от этой страшной войны. Вы символ непобедимости белорусского народа. Дай Бог вам здоровья. Сегодня, когда оружием становится информация, политические амбиции и даже чьи-то навязчивые идеи, героическое прошлое советского народа особенно символично. Ведь даже в предпраздничный день военно-политическая обстановка в регионе не может не беспокоить. Однако позиция Беларуси в этом вопросе незыблема. «Мы не хотели и не хотим войны, но будем защищать свою страну и ее интересы». Главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушло в историю с развалом великой страны. Любые попытки запугивания и навязывания нам чужой воли будут обречены. Я это говорю тем, кто сегодня исправно служит заокеанским хозяевом, куратором, наращивая иностранное военное присутствие по периметру наших границ, прежде всего западным соседям. Польские и балтийские политические элиты взяли курс на беспрецедентную милитаризацию государства и увеличение военных ресурсов. Обратите внимание, эта милитаризация активно началась при Дональде Трампе, прежнем президенте Соединенных Штатов Америки. Пришел, казалось бы, его антипод, главный враг в США. И что изменилось? Ничего. Как наращивались вооруженные силы, как требовали от Европы 2% от ВВП на вооружение, так и делают. Добавили только одну составляющую, массированно начали перебрасывать год назад сюда свои вооруженные силы. Третий раз скажу, освободились в Афганистане, надо их чем-то занять. Бытует вопрос, а будет ли война? Ну, в части я на этот вопрос, в частности, отвечал, просто добавлю. Она уже давно идет против нас. Гибридная война. Это современная война. Помните, Блицкриг, давление через средства массовой информации, а затем экономическая и финансовая война. Между предательством своих друзей, своих союзников и противодействием этой агрессии небезда. Совсем малое расстояние. И мы, белорусы, должны сделать так, чтобы не вляпаться, простите, военным языком скажу, в дерьмо. И ни в коем случае не допустить предательства, которое останется пятном на всем белорусском народе. Выбросить из информационной повестки слово «война» уже кажется невозможно. Очевидно, что эта медианакачка кому-то выгодна. И все же заложниками тревожных новостей становятся люди. Сегодня Александр Лукашенко ответил на вопрос, которым наверняка задаются простые белорусы. А заодно и тем, кто стоит у истоков военной тревоги в регионе. И тем, кто им служит. Вы вправе спросить у меня, как у президента. Ну, а нам, белорусам, как быть в этой сложной ситуации? Я не советовать вам встану. Я просто вас попрошу. Пожалуйста, занимайтесь каждым своим делом. Ходите на работу. Отдыхайте после работы. Растите детей. И чем больше, тем лучше. Настало время настоящих мужиков. И не дай бог, конечно, но если придется, мы должны продемонстрировать своему народу, что вы не зря нас кормили несколько десятилетий. Что тут нового? Ничего. Но запомните. Власть и я, как президент, буду делать все для того, чтобы Беларусь была мирным островком на этой обезумевшей планете. Вы можете спросить, но в чем же причина? Да не в противостоянии России и Украины. Я уже вам сказал, в чем дело. В чем же мы виноваты, что нам всегда доставалось от этих войн? Ответ простой. Все дело в том, что Господь не то ли обидел нас, не то ли подарок нам преподнес, поселив здесь, нас, в центре Европы, на перекрестке всех дорог. На том перекрестке, который не объехать и не обойти. Но в этом не наша вина. Мы не выбирали свою родину. Так сложилось исторически, веками. Мы всегда сеяли только мир, и нам стыдиться нечего. Не за то противостояние Украины с Россией, Донбассом, Донецком, Луганском. Вы помните мою позицию? Мы всегда предлагали мир. И с этой высокой трибуны в этот острый период хочу еще раз обратиться после встречи с президентом России к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту. Давайте сделаем так. Мы, славяне, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Все проходит. Не только противостояние, конфликты, но и самые страшные войны. Все проходит. Забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Еще раз предлагаю остановитесь. Отмахнитесь вы от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории. Белорусская армия спокойно и планомерно повышает свой уровень. Последовательно выстраивается система территориальной обороны, модернизируется защита наших рубежей. На вооружении самая современная техника, в том числе отечественного производства. Обвинить в бутафоре и белорусскую армию кто-то сможет едва ли. Наши военные показывают себя в деле. Весь мир стал свидетелем очередной проверки сил Белоруссии и России. Может, даже слишком рьяно пытаясь вмешиваться в их ход. Впрочем, это никак не повлияет на отношения союзников, отметил Александр Лукашенко. Мы также будем усиливать дальнейшее развитие военного сотрудничества с нашей Россией. Направленное на повышение обороноспособности нашего союза. Только за последние полгода вооруженными силами Белоруссии и России проведены масштабные совместные учения «Запад-21» и «Союзная решимость-22». Они показали высокую слаженность армий братских государств. Надо будет, проведем новое, кто бы и как не рефлексировал по ту сторону границы нашей совместной с Россией маневры. Это наше суверенное право учиться защищать себя на своей земле в любое время и в любой точке. В преддверии праздника мужества и чести невозможно обделить вниманием участников миротворческой миссии ОДКБ. В Казахстан наши ребята отправлялись, не зная, что их ждет, но показали себя в лучшем качестве. Я хотел бы, ну, может быть, и впервые, это нетрадиционно, в вашем присутствии почти трех тысяч человек отметить. Нет, наверное, не самых лучших. Они все крепкие бойцы две с половиной сотни, которые достоинством себя вели в Казахстане. И об этом сейчас казахи говорят, что белорусы – это красота. Вернулись домой, выполнил свой долг. Они все заслуживают наград, что мы и сделали. Ну, а пусть скажем, лучших из лучших я хотел бы сегодня вам представить. Ордена и медали из рук главнокомандующего будут напоминать им об успешной миротворческой миссии, которая лишь доказывает, нашу армию сложно застать врасплох. Это не моя заслуга, а заслуга всего моего коллектива, что награждение. Я считаю, что все мои люди достойны подобных наград. Наша армия самая сильная, и государство все выдержит. Обращаясь к залу и всему силовому блоку, президент искренне пожелал людям в погонах здоровья и успеха в службе. Каждый день они стоят на страже безопасности страны, и это дорогого стоит. Праздничный концерт в честь 23 февраля – небольшая пауза в военных делах. Канун профессионального праздника – это один из тех редких дней, когда военные бывают менее суровыми, в хорошем смысле. Амрачить этот день не удастся ни информационной накачкой, ни громкими угрозами. Ведь каждый в этом зале уверен в своих силах защитить Беларусь и ее народ. А еще все те, кто прямо сейчас несут службу стране на своем боевом посту. Ксения Худалей, Виктория Ходосок, Сергей Курков, телекомпания СТВ.